МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире 7 дней плюс в студии Диляры Юсуповой. Сегодня говорим об образовательном проекте «Билет в будущее». Готовы ли школьники определиться профессией прямо сейчас и станет ли это в действительности настоящим звездным билетом для молодого поколения? В гостях у нас Наталья Сергеевна Королёва, руководитель Центра опережающей профессиональной подготовки Республики Татарстан. Наталья Сергеевна, здравствуйте! Здравствуйте! Пару слов о проекте «Билет в будущее», чтобы мы понимали, о чем мы сейчас будем с вами заговаривать. Что это за проект такой? Проект «Билет в будущее» появился уже в 2019 году. Республика Татарстан вступила в этот проект. Всероссийский профориентационный проект «Билет в будущее» в 2021 году. И с тех пор мы в этом проекте. Центр опережающей профессиональной подготовки является структурным подразделением Казанского педагогического колледжа, и мы являемся региональным оператором реализации мероприятий данного проекта. Нашим учредителем является Министерство образования и науки Республики Татарстан, и все те мероприятия, которые организуются непосредственно с обучающимися вплоть до нынешнего года, конечно же, находятся, с одной стороны, под сопровождением методическим, с другой стороны, под контролем с республиканских органов власти. Все серьезно, в общем, да. Расскажите, кто может принять участие в этом проекте, и как вообще это можно сделать? Этот проект был создан для учащихся 6-11 классов, и, соответственно, наши обучающиеся 6-11 классов общеобразовательных организаций Республики Татарстан принимают участие. И если говорить о том, какова динамика, то от 4 тысяч участников в 2021 году и в этом году, в 2024, уже ожидается до 50 тысяч участников. То есть динамика замечательная. Это говорит о том, что проект имеет свои определенные ресурсы, которые необходимы, видимо, результаты, и, соответственно, интересны подрастающему поколению, родителям, ну и, конечно же, системе образования, потому что здесь именно и проявляются те необходимые составляющие развития личности подрастающего поколения, которые нужны для того, чтобы правильно выстроить свою карьерную лестницу, для того, чтобы правильно определиться в своей отрасли, для того, чтобы правильно ее выбрать. Ну вот так происходит. Вот это какая-то новая модель профориентации? Есть же и раньше были подобные, я так понимаю? Да, раньше, конечно, профориентация в системе образования абсолютно не новая. И в прошлом веке занимались профориентацией. Но дело в том, что в данном проекте аккумулируются лучшие практики со всей Российской Федерации. И здесь есть четкая система, которая дает возможность выстроить грамотно как раз вот эту всю динамику развития от 6 к 11 классу обучающихся, для того, чтобы они и осуществили этот профессиональный выбор в той отрасли, которая им будет наиболее интересна. И поэтому, конечно, здесь те мероприятия, которые имеют место быть, они все взаимосвязаны. И, соответственно, есть психологическое тестирование, которое дает возможность определить индивидуальные особенности на подрастающем поколению, получить рекомендации и в соответствии с этим уже делать свой профессиональный выбор. Ну, то есть по-простому, как это выглядит? То есть это приходит человек, ребенок, да, проходит какой-то тест, или как это происходит сначала? Ну, вот этапы, скажем так. Этапы следующие, да, то есть погружение в мир профессии. Мир профессии очень интересен и разнообразен. Более того, здесь как раз собраны те материалы, которые могут быть актуальными как сегодня, так и про профессии будущего. Соответственно, учащиеся, погружаясь в мир профессии, узнают разное и узнают то, что, в общем-то, в каждой отрасли является актуальным и важным. Кроме этого, у каждого учащегося, участника проекта «Билет в будущее» есть личный кабинет, где имеется возможность пройти вот это самое психологическое тестирование. Тесты все стандартизированы, они разработаны психологами, профорентологами. Это партнеры федерального оператора, фонда гуманитарных проектов, руководителем которого является Есин Иван Владимирович. Ну и, соответственно, пройдя психологическое тестирование, ребята получают те самые рекомендации, о которых мы уже сегодня с вами проговорили. Кроме этого, есть и другие интересные мероприятия, которые учащиеся имеют возможность посетить. Это профессиональные пробы, которые организуются на площадках профессиональных образовательных организаций, где есть вся та необходимая инфраструктура, где есть мастерские, которые, в общем-то, напоминают производственные предприятия, которые напоминают те организации, в которых бы ребята хотели осуществить свой профессиональный выбор. И, соответственно, ребята приходят и выполняют профессиональные кейсы, то есть пытаются решить под руководством наставника профессиональные задачи. А это дает возможность как бы примерить на себя профессию, попробовав решить профессиональные задачи и понять, о да, мне это интересно, и мне хочется дальше этим заниматься. Или нет, это для меня не подходит, и мне хотелось бы попробовать себя в другой отрасли, потому что я четко понял для себя, что в этой отрасли, ну, у меня пока, по крайней мере, не получилось. Рекомендации есть какие-то вот от, скажем так, специалистов, или сам конкретно выбирают? Конечно, педагог-наставник дает рекомендации тем участникам, которые пришли на его площадку. Все те профессиональные пробы, которые проводятся на площадках профессиональных образовательных организаций, также участвуют и учреждения высшего образования в этом проекте. Соответственно, педагоги-наставники имеют возможность и не только познакомить с профессией или специальностью, но и, соответственно, дать возможность попробовать и проконтролировать, и про... вернее, создать условия для того, чтобы у учащегося получилось выполнить эту профессиональную задачу. То есть они дальше как-то ведут по этой деятельности или как? Здесь уже другие формы работы выстраиваются, да. Здесь уже появляются предпрофильные классы, профильные классы, в которых учащиеся уже непосредственно погружаются в то содержание, которое они выбрали. Например, есть классы инженерные, есть медицинские классы, да, где ребята имеют возможность уже более серьёзно погрузиться непосредственно вот в эти вот мероприятия. Вот у вас есть педагог-навигатор, так называемый. Это и есть он, или это другой какой-то специалист? Педагог-навигатор. Интересное такое ещё название, педагог-навигатор. Да, это тот, кто осуществляет навигацию в мир профессий, да, то есть он как раз и занимается тем, что погружает учащихся вот в этот самый мир, начиная с шестого класса. Мир очень интересный и разнообразный. И педагог-навигатор, он помогает осуществить вот эту вот самую индивидуальную траекторию, подобрать те мероприятия, которые могут быть интересны учащимся, организовать эти мероприятия, например, выход, организовать экскурсию, например, на предприятии или в организацию, где увидеть мастер-класс специалиста данного профиля. Ну и, соответственно, помочь определиться непосредственно с той отраслью, в которую уже учащийся будет далее направлен. Вот у вас, я так понимаю, интерактивные уроки, да, какие-то планируются, как вот был курс России «Мои горизонты», да, вот вы говорили про погружение на уроки, вот прямо на уроки. А вообще, как это происходит? Планируются ли такие интерактивные уроки? Да, курс «Россия и мои горизонты» был в прошлом году на территории Российской Федерации, во всех общеобразовательных организациях, в том числе и Республика Тарсан, конечно же, проводила эти уроки. Был запущен вот этот вот важный и необходимый компонент данного проекта, да. И именно здесь происходило погружение в ту или иную отрасль во время интерактивного занятия. Каждый четверг эти занятия проходили во всех школах для учащихся 6-11 классов. И в этом году также планируется, что будут проходить эти занятия. Здесь уже будут акценты сделаны в соответствии с возрастными особенностями. Например, 6-7 класса – это погружение в те профессии и специальности, которые актуальны на территории Российской Федерации и Республики Татарстан для нашего региона. Для 8-9 класса – это акцент на ориентацию тех специальностей и профессий, которые учащиеся могут получить, если поступят в профессиональную образовательную организацию, это система среднего профессионального образования. И 10-11 класс акцентируется уже непосредственно на высшее образование, на те специальности, которые можно получить, уже обучаясь в вузах. Вы все время говорите про погружение в профессии. А вот как оно происходит? Мне просто интересно, как этот интерактивный урок происходит. Что там в погружении? Как погружаться-то будут они? Они знакомятся с представителями этих профессий. А, то есть приходят какие-то люди. Приходят интерактивно. А, интерактивно. Приходят одновременно на всей территории Российской Федерации, во все классы, в соответствии с часовыми поясами. Рассказывают. Это какое-то интервью людей про себя, про свою профессию. Рассказывают. Это видеоконтент, содержательный контент, который был разработан специально специалистами. Это видеоролики, которые также интересны для просмотра. Ну и кроме этого, да, у участников есть еще возможность попробовать себя и на тренажере интерактивном. А, то есть это еще тренажер какой-то? Да, еще есть и тренажер, и у Билета в будущее есть партнер Профиграта, и на платформе Билет в будущее такие тренажеры тоже имеются, где ребята могут попробовать себя в той или иной отрасли, решить профессиональный кейс в той или иной отрасли и, соответственно, выстроить уже дальше как бы свое понимание. А тренажер это что? Это какой-то... Это задача, то есть на компьютере, это симулятор, да, и ставится профессиональная задача. Учащийся эту задачу решает. Ну, например, учитель. Ему ставится задача разработать урок для учащихся по русскому языку или там по математике. И предлагается выполнить определенные действия. Первое. Продумай организационный момент, как ты замотивируешь учащихся. Второе. Продумай актуализацию опорных знаний для изучения этой темы. Продумай, как подготовить уже непосредственно, какие упражнения выбрать для того, чтобы познакомиться с этой темой. И как отработать дальше. И учащийся таким образом пробует составить занятия по той теме, которая, в общем-то, была предложена в данном тренажере. Также и по другим специальностям. То есть на какое-то время он может почувствовать себя, условно, автомехаником. Да. Автомехаником. Поваром, врачом. А если мы говорим про профессиональные пробы на базе профессиональных образовательных организаций, там они уже офлайн, то есть в реальной жизни, под руководством наставника, пробуют сделать прическу, пробуют провести урок, пробуют найти неполадку в машине. Это уже непосредственно. Это уже непосредственно те задачи, которые они решают на площадке, в мастерской, на площадке специально оборудованной. И на предприятиях тоже имеют возможность не только посетить экскурсию, но и посмотреть мастер-классы. То есть как реально работают мастера, выполняя свои трудовые задачи, трудовые функции. У вас какие-то договоренности с предприятиями? Мы заключаем соглашение, да. Региональный оператор заключает соглашение с предприятиями. У предприятий также есть личный кабинет на платформе, где они имеют возможность пригласить на свои мероприятия ребят. Ребята, учителя этих ребят, педагоги-навигаторы, записывают учащихся на то или иное мероприятие, либо на профессиональную пробу в профессиональную образовательную организацию, либо же на предприятие, ну и, соответственно, уже потом посещают. Они потом, как ты имеешь, ну, скажем так, вы имеете потом какие-то договоренные отношения с ними? То есть, может быть, как-то с работой что-то вот на предприятии нет в дальнейшем? У нас те, кто с нами начал работать в 2021 году, это и профессиональные образовательные организации, это и предприятия, и организации, которые, в общем-то, являются будущим работодателем. Соответственно, мы с ними заключаем договорные соглашения, и наш список с каждым годом становится все больше и больше, расширяется, заинтересованных становится все больше и больше. Сегодня думают о том, как привлечь учащихся уже раньше к погружению в профессию, и, соответственно, вот этот вот возраст, он и обозначен, и называется ранее профессиональная ориентация с шестого класса. То есть ребята, сначала погружаясь в мир профессии, узнают как можно больше о профессии. Мы с вами еще не сказали о интересном мероприятии, это интерактивная выставка, лаборатория будущего, да, она находится здесь, у нас в Казани, но на нее имеет возможность приехать обучающиеся из разных районов республики Татарстан, посетить ее. У нас два периода обычно каждый год бывает, это весенний период, осенний период, и вот сейчас весной у нас примерно посетило уже 2,5 тысячи учащихся республики Татарстан, это в этом году, в 23-м, а в 24-м. А что это такое интерактивная выставка? Интерактивная выставка – это возможность для прохождения в игре, веб-квесте, под руководством тьютеров, проходит веб-квест, ребята, небольшими группами по 25-30 человек, где также имеют возможность выполнять определенные задания. Там они узнают о более 300 профессий и специальностей, профессии настоящего и профессии будущего. Кроме этого, выполняют также и пробуют себя в предпринимательстве на площадке, и погружаются в те 9 профессиональных сред, которые актуальны для, где востребованы профессии на территории Российской Федерации и Республики Татарстан. Вот у вас такая штука, если что, профессиональные пробы. Это вот вы уже про это говорили? Профессиональные пробы – это ребята действительно пробуют себя выполнить в какой-то профессиональный кейс, профессиональную задачу решить. То есть им дают задание? Ну, например, вот разработать урок, мы говорили, или найти ошибку, скажем, в машине, найти неисправность в машине. А вообще есть какие-то особенности, скажем так, региональные? Это все-таки федеральный проект, да? В каждом регионе эти особенности есть, и, конечно же, у нас эти особенности тоже не могут не проявляться. Это заинтересованные предприятия и организации, они же тоже принимают участие, именно наши, республиканские. Это КАМАЗ, это Пороховой завод и так далее. То есть это те предприятия и организации, которые находятся на территории нашей республики. Естественно, региональный компонент, хотим мы или не хотим, он отражается. Расскажите, вот, какие еще мероприятия, вот вы рассказывали, да, какие еще мероприятия, получается, в рамках проекта «Билет в будущее» планируются? Или вы все уже рассказали? Ну, вот это основные мероприятия. Ну, конечно, кроме этого, есть еще и проектная деятельность. Это тоже мероприятие, практика, ориентированная проектная деятельность. Это учащиеся под руководством педагогов школы или, может быть, совместного руководства пишут проекты непосредственно в определенной профессиональной отрасли. И эти проекты тоже имеют место быть, и, собственно, они... Сейчас, вот смотрите, вот у школьников шестых, одиннадцатых классов, да, в основном какая направленность? Вот вы, наверное, наблюдаете уже, да, в какой-то степени, вот, работаете давно? Здесь абсолютно разнообразие, да, то есть по всем направлениям... Почему тяготеет молодежь у нас сегодня? По всем направлениям, которые сегодня предлагаются и необходимы для нашего региона, ребята в этих, во всех направлениях двигаются. Это и умная среда, да, сюда относятся как раз искусственный интеллект, работа в системе образования. Это и креативная среда, это искусство, например, изобразительное, музыкальное. Это и средства массовой информации сюда относятся. Рабочие профессии имеют какой-то спрос? Рабочие профессии имеют спрос. И на сегодняшний день в среднепрофессиональное образование идет очень большое количество ребят. И именно там ребята и получают профессии, и получают специальности, которые вот необходимы и востребованы сегодня для нашего региона. Ну вот самое, например, вот на ваш взгляд сейчас, вот куда тяготеет? Какая профессия, например, наиболее вот... Ну, конечно, предприятия нуждаются. Это то, что... это спрос на них, да? Да, все наши предприятия, которые есть у нас на территории Республики Тарстан, они нуждаются. Сейчас вот многие говорят про кадровый голод. В том же, в том числе, да, на предприятиях кадровый голод. Но вот в связи с этим, наверное... Кадровый голод и в системе образования, и на предприятиях, и, я думаю, в медицине. То есть это действительно существует. И поэтому сегодня вот особые акценты так и расставлены. И важно, чтобы учащиеся именно психологически были заинтересованы, да, то есть имели определенные интересы и были... Правильно выстроили вот это самое самоопределение, да, в профессиональном выборе. Правильно сделали этот выбор профессиональный. Это действительно очень важно, чтобы не было потом оттока из той отрасли, где уже прошли обучение, а чтобы все-таки продолжалось и карьерное движение непосредственно в той отрасли, которую ребята выбрали. Предприятия нуждаются в рабочих профессиях, а куда больше всего тяготит. Вы разные сферы назвали сейчас. Разные, да. Да, но вот все-таки, на ваш взгляд, как наблюдателя, процент у какой профессии наиболее высокий? Ну, здесь достаточно сложно сказать. Мы такую статистику не проводили, но... Думаете, рабочие профессии в ходу прямо? Рабочие профессии в ходу. Да, просто ваши личные наблюдения, может, какие-то? Рабочие профессии в ходу, потому что профессионально-образовательные организации, они, в общем-то... Хорошо, расскажите, какие перспективы вот у этого проекта, билетов в будущее? Вообще, у нас, на самом деле, было много же, в целом, ориентационных проектов в стране, да? Чем вот этот, вот, скажем так, будет отличаться от других, чем он зацепит, какие у него в дальнейшем... Какое будущее вы ожидаете? Здесь интересный контент. У билета в будущее. Какое будущее? Да, у билета в будущее самое перспективное и интересное будущее. Дело в том, что с 1 сентября 2023 года все мы вступили в реализацию единой профориентационной модели. И, конечно же, Республика Торстан тоже не исключение. У нас охват составляет 100% учащихся. И как раз письмо Министерства просвещения Российской Федерации, которое, в общем-то, в своем содержании говорит о том, что необходимо всем обучающимся 6-11 классов погрузиться вот в этот проект. И во всех общеобразовательных организациях должна вестись определенная работа в этом направлении. Соответственно, также в этом письме было сказано, что рекомендуется реализация на основе проекта билета в будущее. Почему? Потому что он аккумулирует лучшие практики на территории Российской Федерации. Он собирает в себя все те материалы, которые интересны и появляются в инновационном поле системы образования. Также разрабатывается целенаправленно специалистами-профорентологами контент, который также обновляется ежегодно. Ну и, соответственно, те мероприятия, которые предлагаются, они очень четко регулируются, сопровождаются и контролируются как на федеральном, так и региональном уровне. Давайте еще раз поговорим вообще, как можно принять участие. Итак, общеобразовательная организация подает заявку региональному оператору о том, что желает принять участие в этом проекте. Это где все? Письма рассылаются через Министерство образования и науки Республики Торстан во все общеобразовательные организации. Также идет постоянное с нашей стороны, со стороны регионального оператора информирование общеобразовательных организаций. Далее школа принимает участие, получает свой личный кабинет. Педагоги-навигаторы проходят ежегодное обучение от федерального оператора. Также мы предлагаем обучение на курсах повышения квалификации. Педагоги-навигаторы, кстати, это специально отобранные люди с педагогическим образованием? Они все с педагогическим образованием. Это учителя общеобразовательных организаций, учителя школ, которые назначаются на данную должность в соответствии с занимаемыми должностями непосредственно в общеобразовательной организации. И педагог-навигатор, он уже ведет вот это направление. Но изначально он погружается, конечно, на курсах повышения квалификации во все те виды деятельности, которые предлагаются внутри данного проекта. Кроме этого, федеральным операторам в этом году были организованы курсы и для администраторов общеобразовательных организаций, потому что управленческая составляющая, она тоже важна и необходима для реализации этого проекта. Ну вот мы заканчиваем, да, последние буквально напутственные слова школьникам и родителям. Скоро 1 сентября, уже не за горами, да, и может быть кто-то вот как раз сейчас определяет в выборе профессии, может быть не знает, может быть уже что-то там подозревает. Вот в этом проекте мы тоже об этом еще не проговорили, для родителей тоже есть очень интересный контент. И родители, чтобы помочь осуществить выбор своим детям, имеют возможность с регистрацией или без регистрации тоже пройти для себя курс обучения непосредственно на платформе «Билет в будущее», где есть определенная вкладка для родителей. Родитель попадает на эту вкладку и, соответственно, там видит то родительское собрание, которое проходило в прошлом году, в сентябре, да, на российском уровне. Также видит курсы родителей в теме, где тоже можно погрузиться и узнать о современном мире профессий и о том, что в перспективе ожидает, какие изменения в мире профессий. Ну и, соответственно, помочь осуществить выбор своему ребенку. Спасибо, Наталья Сергеевна. Спасибо, что вы пришли, рассказали. Я думаю, что родители воспользуются и школой тоже. Спасибо телезрителям. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok